При каждой серьезной чрезвычайной ситуации создается комиссия. Она четко вырабатывает действия, которые направлены на решение проблем, возникших в результате паводка, землетрясения или крупного пожара. Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям отрабатывала введение режима повышенной готовности на территории здравницы. Нештатное аварийно-спасательное формирование тоже нужно поставить задачу. К нештатным ситуациям нужно подготовиться, продумать все до мелочей, отработать действия каждого сотрудника, вплоть до того, кто будет встречать и сопровождать машину аварийно-спасательного отряда. Потом грамотно, самим, без суеты, без паники воспринимать эту ситуацию. То есть медперсонал, все это у нас нормальное, но само руководство к действию. Здесь надо понимать, чтобы каждый человек знал, что он будет делать. Таких специализированных автомобилей у муниципальной службы спасения несколько. И они обычно применяются при тушении очагов возгорания в той местности, куда не может попасть большая пожарная машина. Отрабатывали и эвакуации людей из высотного корпуса. И здесь вновь спасатели применяют специальное оборудование. С его помощью эвакуируют условного пострадавшего при пожаре. И передают в руки медикам. Главное, еще раз в условиях, приближенных к реальным, отработать шаг за шагом механизм спасения человека. Существует план. План гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации города Сочи, в рамках которого мы проводим различные тренировки, тактика строевого учения, также целый комплекс мероприятий, в соответствии с которым мы задействуем все органы и организации города Сочи. Тактика специальные учения направлена на то, чтобы проверить готовность самих спасателей, технику и взаимодействие различных ведомств. Кортный сезон уже стартовал, поэтому подобные учения пройдут еще в нескольких здравницах Сочи. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.